Добрый вечер, дорогие друзья! Снова и снова добро пожаловать на вечернее богослужение Церкви «Новая жизнь». Да благословит вас Господь своим присутствием, своим помазанием и своим словом в этот вечер. И давайте снова будем поклоняться Ему, снова будем возвеличивать Его имя и изливать жажду наших сердец в поклонении и хвале. Дай мне видеть величие Твое, дай мне видеть могущество Твое. Возведи меня на высоты Твои, чтобы мне утешаться Тобой, мой Бог. Только Ты, Господь, моя сила ищет. Ты вложил в уста мою новую песнь. Ты один, крепость жизни моей, Иисус. Ты моя скала, Тебе я доверяю. Ты один, Иисус, Кого люблю, Ты один, Господь, Кому я доверяю? Один, Иисус, Кого люблю, Один, Господь, Кому я поклоняюсь? Один, Господь, Кому я поклоняюсь? Дай мне видеть величие Твое, Дай мне видеть могущество Твое, Возведи меня на высоты Твои, Чтобы мне утешаться Тобой, мой Бог. Только Ты, Господь, моя сила ищет. Ты вложил в уста мою новую песнь. Ты один, крепость жизни моей, Иисус. Ты моя скала, Тебе я доверяю. Ты один, Иисус, Кого люблю, Ты один, Господь, Кому я доверяю? Один, Иисус, Кого люблю, Один, Господь, Кому я поклоняюсь? Ты один, Иисус, Кого люблю, Ты один, Господь, Кому я доверяю? Один, Иисус, Кого люблю, Один, Господь, Кому я поклоняюсь? Один, Господь, Кому я поклоняюсь? Один, Господь, Кому я поклоняюсь? В этом жизнь моя, В этом жизнь моя, Я у ног твоих, В этом жизнь моя, Я у ног твоих, Я у ног твоих, Поклоняюсь, Преклоняюсь, Ты мой царь и господин, Я у ног твоих, Поклоняюсь, Преклоняюсь, Ты мой царь и господин, Я у ног твоих, Я здесь, Чтоб поклониться, Пред тобой склониться, Я хочу сказать, Что Ты мой Бог, Ты один достой, Кто с Тобой сравнится, Удивительна твоя любовь, Я здесь, Чтоб поклониться, Чтоб поклониться, Чтоб поклониться, Чтоб поклониться, Чтоб поклониться, Я хочу сказать, Что Ты мой Бог, Ты один достой, Кто с Тобой сравнится, Удивительна твоя любовь, Царь всей земли, Облеченный во славу, Вся честь Тебе и хвала, Чтоб умереть за меня, И воскреснуть, Принял Ты образ раба, Ты миру свет, В моей тьме посияй Бог, Отче, глаза мне открой, Сердце прошу, Наполни любовью, Всю жизнь хочу быть с Тобой, Я здесь, Чтоб поклониться, Пред Тобой склониться, Я хочу сказать, Что Ты мой Бог, Ты один достой, Кто с Тобой сравнится, Удивительна твоя любовь, Я здесь, Чтоб поклониться, Я здесь, чтоб поклониться, Не забыть мне никогда, Как жизнь отдал Ты за меня, И не забыть мне никогда, Как жизнь отдал Ты за меня, Я здесь, чтоб поклониться, Я здесь, чтоб поклониться, Как велика твоя любовь, Как широка, как глубока, Твоя любовь, Как широка, как глубока, Твоя любовь. Добрый вечер, дорогая церковь, Рады приветствовать вас в этот Замечательный осенний вечер, И на улице очень прекрасная погода стоит, И сегодня мы с вами собрались онлайн, Для того, чтобы прославить Господа, Чтобы услышать Его Слово. И сначала мы помолимся за нужды наших ближних, Братьев, сестер, По-прежнему много нужд и просьб Об исцелении Господу, Есть просьбы о том, Чтобы мы молились за решение финансовых вопросов, Вопросов с работой, Жилищных вопросов. Давайте возвысим наши голоса и помолимся, Попросим Господа изменять обстоятельства, Попросим Господа укреплять и ободрять нас, Давать нам силы и исцеление. Дорогой Господь, мы возносим свои голоса В единстве, вместе с братьями и сестрами. Мы просим Твоего благословения. Господь, Ты знаешь наши нужды, Прежде того, как мы открыли их перед Тобой И вознесли их к Тебе. Но мы просим к Тебе, мы Твои дети, Господь, и нам не стыдно просить у Тебя. Мы знаем, что у Тебя вся власть, У Тебя милость и любовь. И просим Тебя, приди в эти самые разные обстоятельства, Приди к людям, которые болеют сейчас, Которые нуждаются в исцелении. Укрепи тех, кто, может быть, на больничной койке Или дома страдает. Укрепи, Господь, поддержи. Дай исцеление, Господь, дай жизнь, дай силы. Благослови, Господь, и устрой все жилищные вопросы, Вопросы с работой, Господь. Вопросы, которые касаются обучения детей. Господь, коснись и реши вопросы, которые волнуют нас, Внутри нас, в наших сердцах, даруй нам мир. Пусть всякое беспокойство и расстройство уходят. Мы отдаем Тебе все наши нужды, все наши заботы И уповаем на Тебя. Мы верим, что мы увидим Твою благость в наших жизнях. Мы уверим, что мы увидим Твои ответы. Да будет Тебе вся слава, честь и хвала. Аминь. Аминь. Друзья, если вы будете получать ответы от Господа, Да или уже получили, Господь, Он действует чудесным образом в наших жизнях. Пожалуйста, присылайте благодарения, свидетельства свои. Мы будем очень рады услышать и порадоваться вместе с вами. Пусть Господь благословит. А сейчас у нас будет проповедь, которую я назвала так. Секрет открытой двери. Скажите, ну что такое дверь, о каких дверях пойдет речь? Я объясню. Я размышляла, и вдруг мне жизнь человека представилась как множество этапов или множество дверей, которые мы открываем. И что такое дверь? Дверь – это барьер к тому месту, куда я хочу попасть, к моему желанному месту или нужному месту, куда я желаю попасть. Например, приходя на работу, я открываю дверь своего рабочего кабинета. Приходя домой, я хочу попасть в квартиру, я открываю входную дверь. Но также дверь – это такой условный, скажем, барьер в наших разных-разных этапах жизни, в разных сферах, может быть, жизни. Например, если ты однажды открыл дверь ЗАГСа, у тебя начался совершенно новый этап жизни. Этот этап называется семья. Если вы пришли однажды устраиваться на работу и открыли впервые дверь начальника, вы вас приняли на работу, то начался просто новый этап в твоей жизни. Этап, новое место работы, новая, может быть, какая-то карьерная лестница началась у тебя, пошла в гору, скажем так. Может быть, вы открываете дверь в новое, в путешествие и так далее. Итак, дверь – это всего лишь преграда на пути к тому месту, куда мы желаем попасть. И на самом-то деле мы в жизни открываем много дверей. Когда мы пошли в школу, мы открыли новый этап в нашей жизни, открыли дверь в новое, в образование. И так на протяжении всей жизни мы открываем и закрываем множество дверей. Но и мы хотим, вот, может быть, на данный момент, если вы задумаетесь, сейчас стоите ли вы перед какими-то дверьми, и, может быть, они закрыты перед вами, но вы очень и очень хотите попасть за эту дверь, попасть в то желанное, нужное место, которое называется или мечта, или желание, или счастье. И вопрос, который я задаю себе, я думаю, вы задаете также этот вопрос. Почему одни двери, они с легкостью или при небольшом усилии, или вообще сами с собой открываются перед вами, широко открываются, а другие двери очень трудно в течение долгого времени или никогда могут быть не открыты перед вами? В чем секрет? Почему просто так, мы просто по нашему желанию, мы не попадаем тут же в нужную дверь, в нужное место? Почему нам не дается это с легкостью? Вот об этом я хочу сегодня поговорить с вами. В Евангелии от Матфея, 7 главе, 7 стихе написано, Христос сказал, ищите и найдете, просите и дано будет вам, стучите и отворят вам. Христос нас учил просить, искать, стучать. Он говорил, иди вперед, двигайся вперед, и двери будут открываться перед тобой. Но в чем же секрет, как открывать двери на нашем пути? Во-первых, я думаю, что мы должны подумать, какая дверь перед нами, правильная ли эта дверь, или больше сказать, то место, куда я хочу попасть через эту дверь, правильное ли это место, нужное ли это место. Убедись в том, во-первых, что это не дверь соседа, что ты не вторгаешься на чужую территорию, не желаешь получить чужое имущество, или не претендуешь на чужую жизнь. Во-вторых, нужно убедиться в том, что это место, куда я желаю попасть, это место безопасное, оно будет полезно для меня, оно будет благословением для меня. В книге «Притч» сказано, благоразумный видит беду и укрывается. Господь, Он дает нам мудрость удаляться от опасностей, не идти навстречу, может быть, опасностям, если в этом нет определенной необходимости. Да, даже в правильном месте трудности, страдания и опасности могут подстерегать нас, но Господь нас предостерегает идти в эти места специально. Он говорит нам, чтобы мы были благоразумными и удалялись от зла. Поэтому, если вы поняли, что вас ждет правильная дверь, правильное место, и вы хотите туда попасть, то есть желания вашего сердца чисты, вы не претендуете на что-то незаконное, и вас там не ждет зло, опасность или беда, мы можем начать желать и поставить цель попасть туда, куда мы хотим попасть, именно через эту дверь. Может быть, вы хотите создать семью, убедитесь в том, что вы не влюбились в чужую жену или мужа. Или тот человек, с которым вы хотите создать семью, действительно будет большим благословением для вас, будет большим добром для вашей жизни. И для этого нужно время, чтобы познакомиться, для этого нужно время, чтобы начать строить отношения и общаться, чтобы понять, тот ли это человек. И когда вы, наконец, убедились, вас ждет впереди вот эта дверь ЗАГСа, вы попадаете в эту дверь, и вас ждет не просто прекрасный праздник, который называется свадьба, не просто свадебный торт и подарки, но вас ждет впереди целый мир и целая жизнь. Ведь открыть определенную дверь – это не наша цель. Наша цель – попасть в новое. И за этой дверью вас ждет совершенно новая жизнь, новая реальность и новый мир. И вам нужно будет научиться жить в новой реальности, в новом мире. Создавая семью, люди дают эту брачную клятву и обещают друг другу жить и в радости, и в горе, в бедности, и в богатстве, в здравии и в болезни. И впереди действительно семья – ведь это не просто пересечь эту дверь, войти в эту дверь ЗАГСа. Семья – это что-то большее, это многие трудные, долгие, и счастливые, и радостные, и трудные дни. И каждый барьер, каждый этап или каждая цель, каждая дверь, которую мы хотим открыть – это не сама цель, это желание попасть в что-то новое и начать жить в новой реальности. Итак, удостоверьтесь, что вы находитесь у правильной двери, вы поставили правильную цель. И тогда ищите воли Божьей, стучите в эту дверь и просите у Господа открыть эту дверь. Давайте откроем послание Ефесиным, 5 главу, 17 стих. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Нам позволительно рассуждать, и нам позволительно узнавать волю Божью. И Господь, Он обязательно откроет вам свою волю. Он будет направлять вас через желание сердца. Он будет показывать вам обстоятельства. И вы поймёте, когда эта дверь откроется, и Господь, Он покажет вам, что вы находитесь в правильном месте, и Он благословляет вас этой новой реальностью, новой жизнью, в которую вы входите через определённую дверь. Но есть ли какие-то секреты, как войти в определённую дверь? Ну, например, я хочу создать семью, или я хочу получить новую хорошую работу, или я хочу служить Господу. Как попасть в эту дверь? Есть ли какой-то рецепт? Знаете, каждая дверь, она содержит небольшой секрет. Это маленькая замочная скважина, и к этой замочной скважине есть маленький ключик, который открывает эту большую-большую дверь, эту большую преграду на вашем пути. И есть ли универсальный какой-то ключ, такой чудо-ключ, золотой ключик, который открывал бы все двери на моём пути, и не было бы никаких преград и препятствий к осуществлению моих желаний и мечтаний. Не знаю, если вы найдёте такой ключик, пожалуйста, поделитесь со мной этим секретом. А пока что, ну вот у меня есть ключ. Это ключ от моего рабочего кабинета. У меня также есть ключ от моей квартиры. У моих коллег на работе есть ключи от своих дверей, но я не обладаю всеми ключами. Вы знаете, я люблю готовить, и вот в кулинарии, если бы был какой-то универсальный рецепт, это был бы очень плохой рецепт. Хороший рецепт, где ингредиенты, они подобраны очень тщательно, они сочетаются друг с другом, и там много нюансов, много каких-то специй, приправ, и тогда действительно блюдо получается вкусным, сложным, но вкусным. И вот нет, нет универсального ключа, чтобы попадать во все двери с легкостью. Универсальный ключ – это, наверное, только отмычка, но это не наш путь пользоваться отмычками, согласны? Что такое ключ? Ключ, конечно, прежде всего – это молитва, это просьба к Богу открыть эту дверь, но также это те физические и духовные ценности, которыми я обладаю, это может быть мой опыт, мои какие-то личные секреты, мои навыки, мой характер, мои таланты. Все то, что я могу применить, чтобы эта дверь открылась передо мной, чтобы достичь определенной цели, цели попасть в желанное место, цели осуществить мою мечту. И ключ, ты думаешь, могу ли я дать сегодня рецепт этого ключика? Где взять этот ключ и какой он должен быть? И этот ключ, он индивидуален для каждого, и он уникален для каждой двери, потому что дверь от моего кабинета, она не похожа на дверь от моей квартиры, и эти двери разные, ключи разные. Господь, Он великий творец, Он великий режиссер. И те двери, которые возникают на нашем пути, Он знает, как их открыть. И одна дверь не похожа на другую. Их множество и множество различных ситуаций, различных преград нашей жизни, но Господь знает все это. Он видит все эти обстоятельства, Он видит всю совокупность обстоятельств в моей жизни, всю сложность ситуации. И Он знает, как я могу достичь цели, как я могу попасть через ту или иную дверь к желанному, в желанное место, можно сказать, в обетованную землю. Господь, Он велик, Его судьбы – великая бездна, Его разум неисследим. Он пребывает над всем, и Он видит все. Он знает всю глубину моих переживаний, Он знает всю сложность обстоятельств, которые на моем пути, но Он знает также, как открыть эту дверь. Иногда в общении с Ним Он открывает нам эти тайны. Общение с Ним, оно предполагает доверительные взаимоотношения, и Господь, Он может делиться тайнами своего сердца и вкладывать свои мысли в наши сердца. Его мысли не наши мысли, Его мысли, они выше, и Его пути, они выше. И Господь иногда может поделиться этими путями и этими мыслями. И можно получить от Господа такой полезный совет или лайфхак, как поступить в определенной ситуации, как открыть эту дверь, как осуществить свою мечту. Иногда Бог делится с нами своими секретами, и тогда наша готовность выражается в том, что мы делаем шаг навстречу, мы говорим «Да, Господь», мы делаем какой-то шаг веры, мы послушны Ему, и мы посвящены Ему, и мы исполняем Его волю. Давайте посмотрим Коринфянам два местописания. Первое Коринфянам, 16 глава, 9 стих. Апостол Павел говорил о некоторых ситуациях в своей жизни, и он также видел эту ситуацию, как открытая или закрытая дверь. Первое Коринфянам, 16 глава, 9 стих. «Ибо для меня отверсто, великая и широкая дверь». Апостол Павел говорит здесь о служении, о своем служении, и он понимает, что Бог открыл для него дверь для этого служения, для его призвания. И второе Коринфянам, 12 глава, вернее, 2 глава, 12 стих. «Придя в Трааду для благовествования о Христе, хотя мне и отверсто была дверь Господа». Он осознает, что эту дверь для благовествования, дверь для его служения открывал Господь. Вы знаете, если мы осознаем, что Бог открывает и закрывает двери, то нам станет проще жить. Можно всю жизнь подбирать ключи, можно всю жизнь стучать во все двери, но безуспешно. Но есть тот, кто открывает и закрывает. В книге «Откровение» в 3 главе 8 стихе написано «Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое». Бог говорит, что мы действительно немного имеем силы, и мы не можем открывать двери. Но если Господь открывает какую-то дверь, никто ее не затворит. Друзья, скажете, но если Бог открывает все двери, почему не все двери в моей жизни до сих пор открыты? Почему? Может быть, Бог не хочет этого? Я думаю о том, что Бог делает во благо многие вещи, в том числе и открытые, и закрытые двери, они по Его воле в нашей жизни. Давайте еще прочитаем одно место из Священного Пестания. Мы в воскресенье в проповеди пастора слышали послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Открытые и закрытые двери – это большое благо для нас. Господь знает, как и когда открыть дверь перед нами». Иногда нам нужно терпение, чтобы дождаться обещанного. А может быть, понять, что та дверь, которая долгое время не открывается, может быть, это не та дверь, в которую ты стучишь, или это не твоя дверь. Посмотри вокруг, вокруг множества других возможностей, других дверей. Спроси Господа, может быть, тебе подойти к другой двери, может быть, тебе пойти в другом направлении. Но все же, если та дверь, перед которой ты стоишь, верная, то Господь, Он откроет ее, откроет ее перед тобой. Ведь Он тот, кто открывает двери. Друзья, но я вам скажу так, есть, точно есть одна дверь, которая всегда открыта для вас. И та дверь, которая открывается для всех. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 10 главу, 7 и 9 стих. Опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. И 9 стих. Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. А Господь сам себя называет дверью. Ведь дверь – это возможность войти в что-то новое, возможность войти в какое-то благословенное место. Так вот, Господь предлагает нам войти в эту дверь. Иисус говорит, вот эта дверь, которая всегда открыта перед тобой, входи этим путем. Мы открываем много дверей, и на самом деле нам нужно найти и открыть всего одну. И если ты нашел эту самую главную дверь, этот путь, и входишь им, то ты найдешь настоящую благословенную жизнь за этой дверью. Ты найдешь эту пажить, где есть для тебя все необходимое для твоей жизни и для благочестия. Настоящее достижение и стопроцентное попадание в цель – это идти и входить Христом на желанную территорию. Это и есть самый лучший совет, как быть счастливым и как открыть дверь. Если мы нашли этот верный путь, он включает в себя все возможности, он включает в себя все богатство той жизни, которая нас ожидает. И моя жизнь, она уже не разделена на разные сферы и на открытые и закрытые двери. Вот в сфере бизнеса я успешен, а семья у меня неудачна. Вот дети учатся плохо, в воспитании я не силен, но деньги зарабатывать умею. Мы уже не смотрим ни на себя, ни на других людей, как на каких-то успешных людей или неудачников в какой-то сфере. Моя жизнь, если я обрела Христа и вошла в ту жизнь, на ту пажить, которую Он мне предлагает, моя жизнь цельная. И я смотрю на себя и на других людей именно так. Я не оцениваю успех человека по внешним каким-то достижениям, по открытым дверям, по количеству открытых дверей в его жизни. Но я смотрю на человека, как на того, кто обрел Христа, а значит, обрел великие возможности, значит, вошел в ту самую правильную дверь и обрел настоящую, приобрел настоящую жизнь и во всем ее богатстве и разнообразии. Друзья, сейчас мы говорим о том, что мы стоим иногда у закрытой двери и она не открывается перед нами. Но можете ли вы представить, что в вашей власти открывать и закрывать двери? А ведь это именно так происходит и в нашей жизни. Иногда в нашу дверь, в мою жизнь, в мое сердце стучатся люди. И они также стоят, может быть, у закрытых дверей, которые я не хочу открыть для кого-то. И вот в первом Иоанна, в послании апостола Иоанна, апостола любви, в третьей главе, в семнадцатом стихе, он как раз говорит о том, что наши двери сердца, они могут быть закрыты. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Он использует здесь глагол «затворяет». Вот этот глагол, его можно употребить ведь и к двери. И вот когда мы затворяем двери нашего сердца перед близкими, мы также ставим людей в тупик. Они стоят перед закрытыми дверями и не могут понять, почему эта дверь перед ними не открывается. Но хочу пойти и дальше. Как вы думаете, Господь Иисус, Который претерпел все то, что мы переживаем, и искушение, и страдание, и смерть, переживал ли Он когда-то то, что мы переживаем, когда мы стоим перед закрытыми дверями? Стоял ли когда-нибудь Христос перед закрытыми дверями? Давайте посмотрим одну чудесную картину, эта картина у Ильяма Холмана Ханта, «Светоч мира» называется. Эта картина была написана в XIX веке, и автор написал своему другу, «Я был побужден к созданию этой картины некой божественной волей». И, наверное, эта картина, она иллюстрация, ну, во-первых, того, что Иисус, Он свет мира. И иллюстрация одного места из Священного Писания. Давайте прочитаем Откровение, третья глава, двадцатый стих. «Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Холман Хант изобразил Христа, стоящего у закрытой двери и желающего принести свет в этот дом, но дверь закрыта, и на этой двери нет ни ручки, ни замочной скважины, и у Христа нет ключа, чтобы отворить эту дверь. Эта дверь открывается только изнутри. И это двери нашего сердца. Есть одна дверь, все двери в мире открывает и закрывает Бог, но одна дверь, она только лишь во власти человека. Это двери нашего сердца. И только в нашей власти открыть эту дверь для Христа или нет, впустить его в свой дом или нет. И, друзья, если вас заботят многие закрытые двери, у которых вы стоите в течение долгих лет, оставьте эти закрытые двери. Возможно, придет время, и Бог откроет эти двери перед вами. А может быть, Он скажет, тебе эта дверь не нужна, тебе не нужно попасть туда, за эту дверь, это не твое место. Но то, что точно мы сегодня можем сделать, и то, что точно в нашей власти, так это мы можем открыть собственную дверь сердца для Христа и впустить его в свой дом. А также обратить внимание на то, может быть, наши близкие стоят у закрытых дверей нашего сердца. Может быть, кто-то ждет от тебя, что ты откроешься и сделаешь шаг навстречу, но ты до сих пор этого не сделал. Давайте помолимся сейчас, помолимся. Конечно, когда мы обращаемся к Богу со своими нуждами, мы просим открыть ту или иную дверь Господа, и Он открывает перед нами, в Его власти открывать это. Но сегодня я хочу, чтобы мы помолились о том, вы знаете, можно достичь многих вершин, могут быть все двери мира открыты перед тобой, но ты так никогда не войдешь в самую главную дверь, ты никогда не пойдешь путем Христа. И также второе, что должно заботить нас, это двери моего сердца. Открыты ли они для Бога и для людей? Я хочу помолиться об этих двух вещах. Дорогой Господь, мы обращаемся к Тебе, мы ищем Твоего лица и просим Тебя в этот вечер покажи нам Господь, покажи нам. Может быть, мы тщетно стучим в одни и те же двери и концентрируем свой взгляд на этих закрытых дверях и не понимаем, почему эти двери закрыты, но может быть, мы не входим в ту дверь, которая открыта для нас. Иисус, может быть, мы не идем Твоим путем. Покажи нам, если наши ориентиры сместились, если мы идем не тем путем, покажи нам, чтобы мы вернулись к Тебе и пошли, нашли Тебя, как ту дверь, через которую мы входим и находим эту прекрасную жизнь, жизнь в Тебе, жизнь, в которой все возможности, все вариации, все разнообразие, все богатство, все благословения, Господь. Я прошу, благослови меня, моих братьев и сестер, чтобы мы действительно обрели, обрели Тебя, может быть, кто-то вновь обретет Тебя, Господь, чтобы мы снова вошли Твоим путем и никогда не закрывали эту дверь для себя, никогда не выходили с Твоей безопасной территории. Господь, благослови также наши сердца, чтобы мы посмотрели сегодня, в них и обратили внимание, может быть, наши сердца, они давно закрыты, и, может быть, двери нашего сердца, они так замурованы, задраены, что Ты не можешь достучаться до нас, что ближние не могут достучаться до нас. Благослови нас, Господь, дорогой, благослови нас, открыть наши сердца, открыть все засовы, все замки, Господь, и быть открытыми для Тебя, быть доступными для Тебя, быть открытыми для своих ближних и не затворять наши сердца перед ними. Благослови нас, Господь, благослови, дай нам постичь эту тайну открытых дверей, дай нам постичь эту тайну открытых дверей, Господь, благослови нас, дай нам Твою божественную мудрость, идти в верном направлении, поменять ориентиры, если нужно, благослови, мы благодарны Тебе, Господь. Ты свет, который Ты желаешь принести в нашу жизнь, в наши сердца, благодарим Тебя и прославляем. Дорогой наш Господь, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Друзья, слава Господу. Я надеюсь, что мы будем еще думать об этом, размышлять, размышлять об этом. Рассмотрите еще раз эту картину Холлмана Ханта, которая называется «Свет мира» или «Светоч мира». Посмотрите. Ведь Христос, Он до сих пор стучится во многие, во многие сердца. И Он стоит там у закрытых дверей. Он знает, Он знает это чувство, как это стоять у закрытых дверей, когда тебе не открывают. Друзья, я также хочу, чтобы мы с вами открыли наши сердца сегодня для пожертвования, для жертвы, которую мы принесем в Церковь Божию. Церковь, где мы получаем благословения, где мы получаем духовную пищу, духовный хлеб. Пусть вас Господь благословит. Вы действительно, многие-многие из вас очень щедры и верны в своих пожертвованиях, десятинах. И давайте этим вечером также прославим Господа еще и будем жертвовать. Пусть Господь благословит вас. Аминь. Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе услуг «Набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова